Сегодня 3 июля 2021 года. Сегодня открывается 6-я всемирная фолклориада в Республике Башкортостан и Уфе. В общем, свершилось. Что бы мы там ни говорили, как бы мы ни разводили руками или недоумевали, вот оно пришло к нам и начинает нас всех как будто бы радовать. 300 мероприятий в открытых и закрытых пространствах ждет жителей Республики Башкортостан в рамках этой фолкориады. Абсолютно разнообразная возможность обменяться всеми наборами вирусов с представителями 37 стран мира, которые приехали сюда к нам в Уфу. Именно 37 стран, потому что в последний момент Германия и Непал образумились и отказались ехать в Уфу на это фолклорное безумие. Но вот 37 стран прислали своих представителей. Я не знаю, чем это все закончится. Однако официальные источники, я имею в виду Роспотребнадзор, вот эту самую женщину-казак, они уже, вот эти официальные источники, заговорили о том, что после фолклориады у нас гарантированно подскочит заболеваемость COVID-19. Правда, госпожа Казак никак не связывает это с фолклориадой, это просто ее прогноз. То есть вот она знает, что так будет и так будет. Ну что ж теперь поделать, давайте все умрем хотя бы веселыми. Отчаявшись внятно и логично объяснить свою позицию по поводу проведения фольклорного безумия в республике, Хабиров буквально за пару дней до начала собирает в Белом доме некий брифинг из придворной челяди медийной тусовки и всяких странных, значит, интернет-шамилей, рассадил их в красивом цуре, показал все это. Я не знаю, наливал ли там башспирт им, значит, какие-то увеселительные напитки. Ну, в общем, случилась вот эта встреча, где Хабиров опять начал убеждать всех в своей правоте. Ну, получалось, как обычно, собственно, неубедительно. Единственное, что ярко прозвучало на этой встрече, вот эта фраза, которую я позволю себе процитировать. «Я же здесь не в частной лавочке, не барыга какой-нибудь». Конец цитаты. Но вообще вот эти слова нужно отлить в граните, как велит Дмитрий Анатольевич по поводу великих высказываний. Ну, в общем, вот, честно говоря, Радий Фаридович, вот все время вашего пребывания в Белом доме, вот та манера, в которой вы там существуете, всегда наводила на мысль о том, что это теперь частная лавочка. Ну, а по поводу там барыга или не барыга, это, как говорится, вскрытие покажет. Это когда уже следственные органы займутся вплотную всей экономической деятельностью вот этой команды. Рано или поздно это должно случиться. Вот тогда мы и поймем, кто-то здесь барыжил или просто деньги терял. Ну, а если говорить конкретно, то получается у Хабирова, хорошо получаются, только праздники. Появляется такая мысль, что, может быть, просто ошиблись с кадровым назначением. Может быть, надо было просто ради Фаридовича делать руководителем Росконцерта. И тогда бы вот действительно все было классно. Тогда бы все фестивали, праздники, все было бы на высшем уровне. Там бы и Мурзагулову не надо было уходить с должности. Он бы очень пригодился там на подтанцовке, на подпевке. То есть вот закрадывается такое ощущение, что главное достижение и главные итоги вот этих всех последних почти уже трех лет – это праздники и Сабантуя. В связи или не в связи с фолклориадой, но ковидное безумие продолжается в Республике Башкортостан. Несмотря на то, что уже и федеральные политики на это указали, и местные, кто хоть каким-то разумом обладает по сто раз, возмутились происходящим. Несмотря на это, все продолжается. Хабиров в третий раз переносит дату введения вот этих вот своих новых антиковидных мер. Напомню, что сначала он назначил 22 июня, потом 29 июня, потом 5 июля, и вот теперь это 12 июля. Логики переноса никакой нет совершенно. Значит, дата начала вот этих вот неисполнимых на самом деле мер откладывается уже на три недели. Ну, то есть, я так понимаю, что три недели вдруг стали безопасными. Если вот буквально 22 июня должен будет начаться вот этот вот запрет на посещение там всяких мест массового скопления, ресторанов и так далее. А теперь у нас уже 12 июля. То есть, что-то изменилось. В стране ситуация стремительно ухудшается. Ухабировав сознание, видимо, можно пооткладывать на три недели. Ну, какие-то здесь наблюдатели попытались сравнить это все с отступлением Кутузова во французской кампании. Но тут, не дай бог, Ради Фаридович Уфу спалить, да, отступая и сдавая ее вот в этом воображаемому противнику. Потому что мы не понимаем даже, какие силы тут задействованы и где тут логика. Кто-то говорит о том, что там сообщество рестораторов без конца ходит в Белый дом, видимо, не с пустыми руками, а с теплыми калачами. И вот уговаривают отложить начало введения этих запретов. То говорят про каких-то там, значит, федерацию, ассоциацию владельцев кинотеатров. Потому что уже рассматривается вариант, что в кинотеатрах можно будет. То есть, везде строго нельзя, а в кинотеатрах можно будет собираться. Ну, в общем, вот абсурд дошел до края. Тут не только Миронов там или кто-то еще это дело заметил, но даже уже люди близкие к Белому дому, кормящиеся от Белого дома. Тут какая-то одна девочка вот недавно из молодежного правительства вдруг возмутилась, хлопнула кулаком по стулу, ее тут же выгнали из этого молодежного правительства. То есть, даже люди зависимые, и те начинают брыкаться и бунтовать. Потому что понять, что происходит, невозможно, а делается это все их руками. В общем, посмотрим, до какой стадии абсурда дойдет эта вся история. Посмотрим, что у нас случится 12 июня. Но теоретически, без вот этих каких-то странных справок или документов о невозможности сделать прививку, вас не пустят в рестораны, в кинотеатры, даже в парикмахерские, кстати, не пустят. Надо успеть постричь. В общем, будем наблюдать, будем ждать 12 июля. Как известно, Башкирия, Медовый край, пчелы, мед, все это всегда ассоциировалось с Башкортостаном, с Башкирией. И, как я и обещал, мы сегодня поговорим о большой проблеме, которая случилась у нас тут в республике. Я говорю о гибели пчел, которая случилась в этом году. Попытаемся выяснить, в чем причина и насколько это опасно, на самом деле, для вот этой отрасли, для всей вот этой нашей апимунди в Башкирии. Я сам очень люблю мед с детства и навсегда, и потому не могу быть равнодушным к ситуации, которая сложилась. Однако, надо разобраться вне объективно и понять действительно реальные масштабы происходящего, причины, последствия и перспективы всего этого. Первое, что мне удалось выяснить вокруг гибели пчел в Башкирии в этом году, это то, что у нас, как обычно, путают бабеля с бебелем, квадратная с коричневым, ну и так далее. Я говорю о том, что потенциальных причин гибели пчел в этом году, две, они абсолютно не связаны между собой, и тем не менее люди сваливают все в кучу и отождествляют эти проблемы. Первое, это предположение о том, что пчелы гибнут от обработки полей рапса крупными сельскохозяйственными производителями в Башкирии. Рапс не обрабатывать нельзя, это такая культура, которая обязательно заболевает каким-то своим собственным заболеванием, которое нужно опылять и с которым нужно бороться при помощи ядохимикатов. И вот в результате обработки полей, рапсовых полей какими-то, значит, то ли инсектицидами, то ли какими-то еще веществами, как будто бы гибнут пчелы рядом с этими полями. Ну, много было сообщений о том, что самолеты летают без расписания, без всяких предупреждений и так далее, опыляют эти поля, в итоге гибнут пчелы, находящиеся на прилегающих территориях. Не могу утверждать точно, так ли это, я выяснил только то, что это одна из причин, которая не связана абсолютно с другой, ни географически, ни биологически, ни каким-либо иным образом. И я говорю о борьбе с непарным шелкопрядом, который у нас случился сразу в нескольких районах республики Башкортостан. А если быть точным, то это Баймакский, Белебеевский, Зилаирский, Зенчуринский, Кугарчинский, Туймазинский и Хайбуллинский районы, в которых вот произошла эта неприятность с непарным шелкопрядом. Непарный шелкопряд это вам не рапс. Я, честно говоря, сам не знал, насколько это страшная история, но оказывается, это насекомое-паразит, которое может в самые кратчайшие сроки полностью уничтожить леса на неограниченной площади. В этом году в Башкирии речь идет о заражении непарным шелкопрядом площади не много не мало, а 470 тысяч гектаров. И вот когда возникла вот эта опасность того, что непарный шелкопряд полностью уничтожит леса на такой площади, было принято решение о химических способах борьбы с этим вредителем. Необходимо в первую очередь понять, насколько неизбежны были вот эти меры воздействия на непарного шелкопряда, насколько в рамках регламентов и законности были проведены эти работы, и на самом деле какие последствия наступили или могли наступить от этого воздействия на непарного шелкопряда, я имею в виду побочные воздействия. Дело в том, что необходимость борьбы с непарным шелкопрядом на самом деле даже не обсуждается, потому что последствия заражения непарным шелкопрядом крупных массивов лесов, они абсолютно необратимы, катастрофичны. Есть примеры того, когда этот паразит уничтожал сотни тысяч гектаров за очень короткие промежутки времени, и лес практически не подлежит уже восстановлению. В данном случае, здесь у нас Башкирия, структура принятия решений была следующей, ну как мне удалось выяснить в ведомствах Башкирии и Москвы, на самом деле ситуация с появлением непарного шелкопряда транслируется сначала в федеральное ведомство, там оценивается необходимость и актуальность этой проблемы, после этого создается некая карта, некий район воздействия на этого шелкопряда, утверждается в Москве, и после этого здесь проводятся торги и подбираются исполнители на вот эти работы по обработке территории. Финансирование исключительно федеральное, то есть здесь башкирских денег не было ни копейки, и на самом деле речь идет о потенциальном ущербе в 5 миллиардов рублей, который мог произойти, если бы с непарным шелкопрядом не боролись на территории Башкирии, то есть вот примерно на такую сумму это насекомое могло сожрать леса у нас буквально этим летом. Ну то есть я еще раз повторю, что целесообразность борьбы с этим вредителем, конечно же, не обсуждается, мы обсуждаем сейчас последствия и как это все происходило. Ну в общем в итоге, когда федеральное ведомство при участии нашего Минлесхоза, я имею ввиду Рослес Российской Федерации, при участии башкирского ведомства, согласовали вот эту карту обработки территорий на указанных уже мной районах, подбирались исполнители. Заказчиком этого контракта являлся Центр предупреждения лесных пожаров в Республике Башкортостан, а исполнители по результатам конкурса стали три компании. Это авиакомпания Русавиа, Авиахимхолдинг и компания Гардсервис. Вот эти три компании двумя методами обработали упомянутые районы от непарного шелкопряда. Когда я говорю о двух методах, я говорю о авиационной и наземной обработке лесов. В обоих случаях это некая эмульсионная обработка, рассеивание определенного инсектицида, который убивает вот этих вот насекомых-паразитов. Через какое-то время этот препарат, это вещество должно и разлагаться в открытом пространстве, то есть у него есть определенный период, который воздействует на насекомых и убивает их. Эффективность воздействия при авиационном способе порядка 95% эффективности, при наземном способе распыления, эмульсионном способе доходит эта эффективность до 98%. Ну то есть работа сделана. На данный момент обработка этих территорий завершена. Она происходила с 25 мая по 12 июня 2021 года. И вот по завершении этих работ начались разговоры о том, что в районе, где проводилась обработка этих лесов, начали гибнуть пчелы. Ну естественно это не могло не озаботить и исполнители работ, и ведомства башкирские, ну и Минлисхоз, и Минсельхоз и прочие прочие. То есть естественно каким-то образом прислушивались к этим жалобам. Я внимательным образом изучил регламент применения вот этих веществ для уничтожения непарного шелкопряда. И вкратце, если говорить об этом, то там есть ряд ограничений и ряд особенностей применения. Во-первых, вещество применяется только ночью. Что при авиационном, что при наземном способе обработки, работы ведутся только ночью. Это связано с определенными метеорологическими явлениями, а именно с восходящими и нисходящими потоками воздушных масс. То есть вот есть оптимальный образ перемещения воздушных масс, который необходим для того, чтобы вот эта эмульсия эффективно ложилась на деревья и убивала вот этого ужасного непарного шелкопряда. Это первое. Как известно, ночью пчелы спят. Второе. Достаточно жестко регламентирован порядок использования относительно местного ландшафта, относительно населенных пунктов, относительно самих, кстати говоря, пасек. Вот пасеки даже отдельно прописаны в этих регламентах и указывается, что зарегистрированные и законно расположенные пасеки обработка от непарного шелкопряда должна обходить на 5 километров. Населенные пункты, кстати, обходятся всего только на 2 километра, но в принципе это все предписывается с НИПами. Обработка, повторюсь, только ночью и при скорости ветра не более 4 метров в секунду. Все эти параметры актировались и тщательным образом фиксировались при обработке. Контролирующие стороны это и администрации районов, и представители Минлесхоза, и представители Рослеса. Все эти вещи фиксировали и актировали в процессе работы. Работы на самом деле очень недешевые. Федеральному бюджету эта история обошлась примерно в 300 миллионов рублей. Напомню, что сберегли леса на 5 миллиардов. В общем, работа была четко под контролем. Кроме всего прочего, все жители и все, естественно, пасечники этих районов были оповещены о проведении работы, о графике работ и о сути происходящего. Всем было рекомендовано либо вывести законные и незаконные пасеки, особенно речь шла, конечно, о незаконных, на безопасное расстояние, либо предпринять меры по защите этих пасек примерно на сутки после обработки, а потом можно было опять пчелу выпускать. Но, тем не менее, после обработки лесов раздаются жалобы и требования о компенсациях. По разным сведениям, от 500 до 2000 заявлено погибших пчелосемей в этих районах. На самом деле, точной цифры не назовет никто, потому что, когда этот разговор начался, то, в принципе, было заявлено, что с кем не бывает. Периодически нарушения границ обработки случаются со всеми, имеется в виду плюс-минус полкилометра. Так бывает, самолет летает не всегда ровно. Соответственно, те, кто производит работы, готовы на компенсацию, если будет выяснено, что действительно в результате их действий пчелы погибли. Но для этого нужно было действительно обосновать ситуацию. То есть, давайте обоснованно предъявлять претензии в том смысле, что вот эта пчела, вот эти пчелы погибли конкретно в результате вот этих воздействий. Дело в том, что пчелы это вообще очень уязвимые существа, и ежегодно с ними случаются какие-то неприятности, есть определенные причины вымирания, как естественные, так и не очень. И вот тут нужно четко понимать, что только доказанные случаи гибели пчел будут компенсироваться за счет тех, кто производил работы. Кроме всего прочего, речь идет о легальности и нелегальности бизнеса. Вообще-то, по нынешнему законодательству пчелы и пасеки должны регистрироваться четко и каждый год проходить определенные исследования на отсутствие наличия вот этих болезней, которые во множестве существуют у пчел в мире и в Башкирии в частности. В общем, с этим всем большая проблема. Как выяснилось, в указанных районах, Баймакском, Бельбейском, Зинчуринском, Зилаирском, Кугарчинском, Туймазинском, Хайблинском, но особенно в Зинчуринском практически нет зарегистрированных пасек. Вернее, они есть там, но их буквально единицы. Всем остальным пасечникам лень ставить их на учет. Никто не хочет платить лишние деньги за обследование и прочие вещи, но когда случаются какие-то проблемы, они вспоминают о государстве и об ответственности. Кроме этого, я выяснил еще один интересный момент, что, оказывается, пасеки бывают двух видов. Это стационарные и кочевые. Вот кочевые пасеки, это которые туда-сюда перевозят в течение сезона. Значит, здесь пчелы пособирали мед, потом в другом месте. И по закону их перемещение должно быть зафиксировано, согласовано, и они должны как-то перемещаться по определенной траектории, по определенному маршруту. Естественно, нигде этого всего не делается. Ну, вот так у нас живут пасечники, вот так у нас добывается мед. И вот теперь выяснить, какие из этих пчел погибли, потому что неправильно или как-то правильно это все обрабатывали. Какие из этих пчел погибли в результате болезней, не связанных с обработкой от непарного шелкопряда и так далее, в общем-то не представляется возможным. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Однако, производители работ пошли дальше. Они заявили, что всем, кто докажет, что их пчелы погибли в результате воздействия вот этих вредных ядохимикатов, они выплатят компенсацию. И речь идет о том, что нужно сделать анализы пчел, есть специальная лаборатория, значит, на содержание вот этих веществ. Все очень просто. Если в погибших пчелах содержится это вещество, и если эти пчелы вот с этой конкретной пасеки, да, компенсация будет выплачена. Теперь давайте поговорим о масштабах предполагаемого ущерба и насколько это, ну, катастрофа для Башкортостана или не очень. Меня очень интересовала цифра вообще, сколько всего пчелосемей в Башкирии существует хотя бы примерно, и вот на фоне вот этого предполагаемого ущерба. Так вот, мне удалось выяснить, что в Башкирии за плюсом, за минусом ежегодно существует примерно 325-350 тысяч пчелосемей. То есть это всего по Башкирии. А по результатам вот этой обработки вот непарного шелкопряда заявлено о гибели до 2000 семей. То есть это меньше одного процента. Ну, вот эта цифра меня вполне себе утешила. Я перестал бояться, что мы останемся без меда. А вот насчет того, что практически поголовно бизнес пасечников у нас в Башкирии нелегальный, вот это, конечно, меня опечалило. Наверное, нужно нашему Минлесхозу и Минсельхозу и прочим ведомствам озаботиться вот этой ситуацией. Наверное, надо пытаться сейчас ставить на учет эти пасеки, потому что помимо того, что мы не понимаем, ну, как бы кто и где собирает этот мед, мы в конечном итоге не всегда знаем, какого он качества. Контроля нет никакого, понимания об объемах нет никакого. Ну, разве может серьезное ведомство существовать в такой парадигме? Наверное, нет. В общем, есть о чем задуматься. Не надо пугаться обработки лесов от шелкопряда. Нужно понимать, что мы сэкономили огромное количество денег и избежали огромного ущерба. Но при этом, как говорится, есть побочные эффекты, о которых нужно говорить и которые надо всерьез исследовать. Поговорим немного о транспорте. Давно мы не говорили о результатах транспортной реформы ради Хабирова. Пазики все продолжают ездить по Уфе. Напомню, что до конца 2021 года Хабиров строго сказал удалить все пазики с улиц. Посмотрим, как у него это получится. Но в этот раз он нас порадовал совершенно другими вещами. Отчаявшись найти денег на закупку новых автобусов, либо не попадая в очередь к производителям этих автобусов, Хабиров решил ремонтировать старые. На прошедшей неделе триумфально было заявлено о том, что 30 нефазов выпуска 2014-2015 годов капитально отремонтированы и переданы в дочерние предприятия Башавтотранса в районы Республики Башкортостан. Собственно, речь шла о замене двигателей. Двигатели Mercedes-Benz, которые раньше стояли в этих нефазах, и теперь они заменены на китайские двигатели Гунхи-Янхай. После того, как Хабиров заявил о том, что двигатели Daimler Mercedes-Benz никуда не годные, абсолютно ненужные и ужасные по качеству, заменены на великолепные китайские двигатели Гунхи-Янхай, тут я, знаете ли, как двигателист по первому образованию, конечно, взорвался и осыпался мелким порошком. Ну, послушайте, почему же тогда и сам Хабиров, и вся его свора исключительно на немецких и британских автомобилях ездят, и ни в одном Mercedes или Jaguar, который вот так обожают его приближенные, не стоит ни одного двигателя Гунхи-Янхай? Давайте-ка мы поменяем тоже на Мерсе у Хабирова прекрасный 5-литровый двигатель немецкого производства на вот это вот Гунхи-Янхай, и пускай его водитель с ним парится. Кстати, о водителях. То, что вот эти возрожденные гнилушки нефазов передают в районы, это, конечно, еще отдельная вишенка на торте. Несчастные водители, которые в районах наизнанку внутрь мехом вывернутся, но не найдут на них ни запчастей, ни нормального техобслуживания, им можно только посочувствовать. Но преподносить вот подобное транспортное решение как какую-то победу, вот я бы постеснялся говорить о том, что мы тут достали 30 сломанных напрочь автобусов, которые Башавтотранс загубил на 300 тысячах пробега, мерседесовские двигатели, вставили в них какие-то непонятные китайские движки, и отдаем в район, и этим гордимся. Ну, ребят, ну это вообще камон, это позор какой-то. Не могу не упомянуть еще одной транспортной истории, которая случилась на минувшей неделе в Уфе. Я говорю о том, что в ночь с 1 на 2 июля в Уфе прошла презентация партийного проекта «Безопасные и качественные дороги. Единой России». Я говорю о том, как на перекрестке улиц Цурюпа и Коммунистической целый автомобиль Рено провалился под асфальт, под недавно, кстати, уложенный асфальт, в яму глубиной более трех метров. Но эти фотографии облетели интернет, все в Уфе это увидели, но не все поняли, что это была такая, значит, изысканная предвыборная агитация в пользу партии «Единая Россия». Ну, я иначе не могу это объяснить, потому что мы очень много слышали о вот этом проекте «Безопасные и качественные дороги». Видимо, вот этот проект воплощается в подобных проявлениях. Ну, кроме всего прочего, конечно, это, наверное, привет от господина Морзаева, который не так давно покинул у нас дорожную отрасль и перешел в отрасль ЖКХ. Собственно, ну, Морзаеву есть чем гордиться, вот, например, такими качественными дорогами, которые он нам оставил в городе Уфе. Ну, в общем, вот такая история. Я не знаю, надеюсь, что водитель и пассажиры этого автомобиля остались живы и здоровы. Видимо, в скором времени эту дырку залатают, и там снова будет черненькая заплатка из асфальта. Но ездите осторожнее, берегите себя. Кстати, о Морзаеве. В Мелиузе на прошедшей неделе загорелась и задымила на весь город огромная свалка. Местные жители утверждают, я не утверждаю, но со слов местных жителей, что свалка эта давным-давно закрыта, но на нее продолжают вывозить бытовые отходы. Тут, конечно, очень много вопросов возникает, и фотографии мне прислали, как местный оператор по вывозу мусора, ну, как бы местный оператор вывозит туда вот сейчас этот мусор. Свалка горит, дым на весь город, жители обращаются в администрацию, и тут интересная история. Администрация заявляет, что на месте работает МЧС, что ситуация локализуется, сейчас проблема будет решена. Люди звонят в МЧС, в МЧС говорят, никто никуда не выезжал, никаких сигналов не поступало, мы ничем не занимаемся. То есть тут возникает вопрос, ну, кто-то из них врет, и вряд ли это на самом деле МЧС. А вот администрации очень невыгодно вызывать туда официально службу спасения, потому что вызов будет зафиксирован, а потом будет заактирована там причина и прочее-прочее. То есть администрация Мелиуза, я так понимаю, очень невыгодна, чтобы было зафиксировано, что на свалке свежий мусор, если свалка действительно закрыта. В общем, господину Морзаеву, конечно, не до всего этого, он же министр ЖКХ, а не каких-нибудь там дорог. И на прошедшей неделе господин Морзаев проигнорировал историю со свалкой в Мелиузе, потому что у него были обширные, видимо, очень интересные консультации с священнослужителями. В частности, вот он нам продемонстрировал, как он о чем-то долго и тщательно консультируется с главным раввином Башкортостана, Даном Кричевским. В общем, странный нам какой-то достался министр жилищно-коммунального хозяйства. Вместо того, чтобы бежать тушить свалку, которая у него загорелась, и выяснять, насколько законно или незаконно туда вывозят мусор, этот министр почему-то сидит в синагоге и консультируется с раввинами. Давненько что-то у нас не арестовывали министров и вице-премьеров, но вот на этой неделе появилась надежда на продолжение этого банкета. Я говорю о Министерстве сельского хозяйства. Два года назад, или даже больше, мы делали сюжет о том, что что-то очень странное, непонятное и, на наш взгляд, подозрительное творится в системе распределения грантов и субсидий в Министерстве сельского хозяйства в Республике Башкортостан. Мы делали об этом подробный сюжет, говорили о вот этой вот проткооперации, которая у нас рекордная в Башкирии, которые распределили там какие-то совершенно астрономические деньги. И вот по прошествии более чем двух лет прокуратура Республики Башкортостан выявила, наконец, какие-то непонятные и подозрительные обстоятельства и закономерности в выделении этих средств, заявила о том, что, ну, есть признаки того, что эти средства распределялись каким-то предвзятым образом, ну, по крайней мере, отсутствие беспристрастности там точно установлено. И речь идет о том, что деньги, субсидии и всякие субвенции и прочее, значит, вот эти вот государственная помощь распределялась, ну, просто на усмотрение комиссий, а вовсе не по каким-то понятным и строгим критериям. Собственно, о каких суммах идет речь? Ни много, ни мало, а 1 миллиард и 300 миллионов рублей, это та сумма, которую распределил господин Фазрахманов в своем ведомстве, вот, с этими нарушениями. Интересно будет понаблюдать, что же теперь будет господину Фазрахманову. Ну, у нас, как бы, миллиард 300, это, как бы, видимо, не повод для того, чтобы являться с выемкой документов и наручниками в ведомство. Наверное, просто поругают. Уж так уж больно любится господину Хабирову этот Фазрахманов, так уж нравятся ему вот эти успехи нашего сельского хозяйства, которые, по крайней мере, существуют в докладах господина Фазрахманова, что, наверное, потерять последнюю надежду на успех Хабирову не улыбается. Посмотрим. Как говорится, цыплят по осени считают. Вот осенью мы поймем, насколько засуха этого года повоздействовала на результаты господина Фазрахманова, насколько пристально, внимательно и беспристрастно будет относиться к действиям вице-премьера и министра сельского хозяйства, наши правоохранительные органы. Но, на мой взгляд, давно пора поинтересоваться бухгалтерией Фазрахманова, его министерством и тем, как там и куда уходят вот эти вот бесконечные миллиарды, какой результат дает распределение этих средств. Напоминаю, что завтра, в воскресенье, 4 июля, как обычно, в 8 вечера у нас пройдет стрим «Открытой политики». Подключайтесь. Здесь вопросов очень много и у вас, и у меня. Можете присылать вопросы заранее в комментариях вот под этим видео. Я их обязательно все прочитаю и все озвучу в эфире. В общем, завтра в 20.00 выходим в эфир. Эфир «Открытой политики». Очередной стрим. Эфир «Открытой политики»